Музырская гимназия имени Янг Купалы Музырская гимназия имени Янг Купалы Музырская гимназия имени Янг Купалы 56-й гомельской гимназии, которая пока не имеет собственного имени, но, я думаю, скоро получит. По 160 очков у них было. И тут мы вспомнили, что же говорит ведущий. А ведущий говорит, что первый критерий – нужно одержать победу, а второй – уже очки. Победа из этих двух команд была только на стороне у 56-й гимназии. Так что они по праву в финале. Финал серии 10-х классов в нашей уникальной телевикторине «Рудит пятерка», которая существует только благодаря тому, что есть на свете телерадиокомпания «Гомель» и «Гомельский область полков». Спасибо им, низкий им поклон. Итак, внимание. Слева от меня, напомню, в синих шарфах команда «Май Гулиной». Это команда 56-й гимназии. Там умных детей продвигает к нашей «Рудит пятерке» Татьяна Владимировна Бычкова. А с чудной командой с желтым и с красными шарфами команды Центра творчества Железнодорожного района работает Светлана Линна-Лещенко. И вот она доработалась до того, что ее команда «Люкс» попала в финал школьного чемпионата Европы по «Что, где, когда». Как это было, вы видели уже в новостях. Ну, а мы начинаем нашу игру. Финал серии 10-х классов. «Рудит пятерка». Сразу вопрос к Майе. Майя Гулина, у кого из вашей команды самая мощная интуиция годная для «Блеф» игры? У Егора. У Егора. Верю. Катя Краманович, у вас? Я бы сказала, что у нас пойдет Аня Шулганова. Итак, Егор против Анны. Вперед! Задача очень простая. Выжать кнопку раньше соперника и сказать «да» либо «нет». Потому что я могу говорить правду, а могу немножко ошибаться. Итак, внимание. Верите ли вы что? Эверест выше горы Сагарматха. Фальстарт у Егора. Анна. Нет. Это одна и та же гора. Эверест, Сагарматха, Джумалунг на третье ее название. Так что вы правы, получили пять очков в копилку своей команды. Начали хорошо. Играем. Верите ли вы, что актриса Рина Зеленая на самом деле не Рина, а Ирина? Аня? Да. Нет, она не Ирина, она Екатерина. А чтобы влезало имя в афишу, ей отрезали Екатерина. Вот она стала Рина Зеленая. Уникальное имя. Играем. Верите ли вы, что меланин это темный пигмент кожи в том числе? Да, Егор? Да. Да, конечно. Меланин образуется в частности под действием Солнечного лучей. Так мы загораем. Верите ли вы, что столица Евровидения 1016 это Стокгольм? Я думаю, что это будет... Нет. Да. Играем. Верите ли вы, что конструктор самолетов Сухой это уроженец Гомеля? Егор. Нет. В самом деле семья переехала в Гомель, когда Павловичу было 5 лет. А в самом деле он родился в деревне Глубокая. Сейчас это город Глубокая. Браво! Делитовые знания! Браво, Егор! Но, тем не менее, все детство этот замечательный человек провел в Гомеле, работал в Гомеле и сейчас в честь его назван Технический университет имени Сухого. 10-5. Егор уходит со счастливой улыбкой. Аня уходит со словами «Я сделала все, что могла». Дуэль игра! Итак, дуэль игра! Прослушайте 5 тем 5 боев и у вас будет ровно 5 секунд, чтобы очень быстро решить, кто какую тему на себя способен взять. Итак, «Белорусские столицы» необычная тема. Посчитаем счетная такая математическая тема. «Острова», география чистая, чувства меры о разных мерах и крылатые фразы. У вас 5 секунд, поехали. 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 Круто, вообще, тепло, вот раз, два, ты, ребят, себе просто по порядку. Время истекло. Майя, Катя, вот как сразу. Ну что ж, «Белорусские столицы» Майя, кто готов в бой? Антон. Антон, прекрасно. Катя, кто у вас? У нас Даша. Итак, Антон против Даши. Вперед. Внимание, «Белорусские столицы». Областной центр носит титул «Северной столицы Белоруссии». Прошу, Даша. Витебск. Прекрасный ответ, 5 очков. А вот хоккейной столицей мира, всего мира, два года назад стал этот белорусский город. Даша. Минск. Минск, там был проведен мировой чай по хоккею. Играем. Этот город культурная столица Белоруссии 2016 года. Прошу. Молодечный. Молодечный, отлично. Столицей белорусской автомобильной промышленности называют город ну, и из ворот Жодинского автозавода выезжает могучий Белат. Жодин, а теперь вы это знаете. И заканчиваем. А вот футбольная столица Белоруссии уже много лет это город Гомель. Я бы был не против. Даша, тишина. Борисов. Батэ Борисов, конечно же. Итак, после первого боя 15-20 Даша вывела свою команду вперед. Браво, Даша. Играем в следующий бой. Посчитаем. Вот только что посчитали мы счет. Сейчас мы будем считать буквально на пальцах. Калькуляторы у нас, как и на централизованном тестировании запрещены. Майя, кого отправляете считать? Егора. Егора. Егора, это ваш последний второй выход. все отдали команде и спокойно ждите финала. Катя, у вас? У нас пойдет Дима. Итак, Егор против Дмитрия. Вперед! Итак, поехали. Народная мудрость гласит, что они счет любят. Прошу. Деньги. Денежки счет любят, вы правы. Посчитаем. Сколько естественных спутников у планеты Венеры? Да. Ни одного. Ни одного, вы правы. за человеком, который бежит со скоростью 10 метров в секунду, гонится медведь со скоростью 36 километров в час. Догонит? Егор. Нет. Это одна и та же скорость, вы правы. Играем. Что можно вычислить у куба, но нельзя у квадрата? Да. Объем. Отличный ответ. И заканчиваем. Столько весит один кубометр воды? Фальстарт у Егора. Прошу. Тысячу килограмм. Около тысячи килограмм, если быть точным. Да, зачитывается. 40-20 в пользу железнодорожного района, в пользу красных. Следующий бой. И так, внимание, острова Майя, кто готов в бой? Мария. Маша. У Кати? Это буду я. Это Маша против Кати. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, внимание, острова. На этом острове в Минске мемориал воинам-интернационалистам. Остров слез. Остров слезы еще называется остров мужества и скорби. Этот остров в Охотском море похож на рыбу. Маша? Сахалин. Сахалин, да, вы правы. Гонулулу, столица этих райских островов в Тихом океане. Маша? Гавайи. Гавайи великолепно! Остров Лапута, который однажды посетил Гулливер, умел делать это. Исчезать. 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 У нас имеет свойство тортик, который дарит нам самомойка на объездной 4Г после игры. Маша не будет езжать. Что же у меня возник? Может быть, он мог увеличиваться? Он мог летать. Это был летающий остров. Играем. А вот на этом чудо-острове жить легко и просто. Чунга-чанга. Чунга-чанга, право, Маша! Отлично. Итак, Маша немножко сократила. Разы в 35-45. Следующий бой! По клополе хватит. Во всем должно быть чувство меры. Чувство меры – это следующий наш бой. Майя, кто готов? Артем. Артем – серьезный мужик. Катя, кто у вас серьезный мужик? Иван. Иван против Артема. Вперед! Итак, чувство меры. Японцы мерили это татами. Русские – десятинами. А наши предки – волоками. Что же они так мерили? Артем? Зерно. Зерно, я не согласен с вами. Иван? Расстояние. Расстояние нет. Они так мерили площадь. Или площадь земли конкретно. Татами – это такая ценовка. Играем. Мера объема – русская мера объема 492 литра, вмещающая 10 ведер – это? Ну, куда 10? Да. Вершина. Вершина. Не понял. Хорошо. Артем? Бочка. Бочка, да, конечно. Километр и 66 метров еще сверху. Тоже такая мера русская длины. По-русски это называется? Верста. Фальстарт это называется? Прошу. Да. Верста. Верста. Артем, не знал, человек, куда вы торопитесь. Человек не знал ответа. Вы ему, по сути, подарили 5 очков. Добрый самаритянин Артем. Играем. Его скорость в алмазе почти 124 тысячи километров в секунду. Да. Скорость света. Да, вот он снижает скорость плотных структур. Ну, а это единица меры у русских. Чуть больше 4 граммов. Очень дорога. Да. Пуд. Пуд? Нет. Пуд это 16 с лишним килограммов. Прошу. Карат. Карат. В русской риме мал золотник. Да дорог. 4,2 грамма. 40,55. Следующий бой. Итак, пятый бой. Крылатые фразы. Кто настолько силен в этом у вас, Майя? Я. Верю. Катя? У нас Аня. Итак, Майя против Анны. Вперед. Крылатые фразы. Крылатые фразы. Внимание. Крылатые фразы. Его слезы упоминают, когда говорят о ложном раскаянии. Прошу. Кошачьи. Кошачьи, когда мало чего-то. Не правы вы, Майя. Крокодиловые слезы. Крокодиловые слезы. Крокодил, конечно. О его зеленом цвете вспоминают, когда нечто практически недостижимо. Зеленый он. Че лезть? Я не знаю. Молодой может быть? Понятно. Он молодой. Понятно. У Анны есть шанс? Да. Яблоко. Понятно. Помните лисицу из басни? Зелен виноград. Ай, зелен виноград. Че лезть-то? Продолжаем. Неразбериха или столпотворение бывает только такое. Какое столпотворение-то? Вавилонское столпотворение. Вот так сейчас называют неразбериху всякую. Опытного моряка сравнивают с этим серым хищником. Волк. Морской волк, вы правы. И заканчиваем. Без него, как известно, не извлечешь водное позвоночное из искусственного водоема. Да. Рыбку. Понятно. Без рыбки понятно. Без труда. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Вот сейчас Аня подарила Майе пять очков. Добрые вы у нас и нежные. 50-60. Хороший счет перед тест-игрой. Итак, в предыдущих четырех отборочных играх у нас были стихии на тест-игре. Вода, воздух, земля, огонь. Ну, сейчас добавляем одну китайскую стихию. Там у них есть еще и металл. Итак, металл. Кто готов тестироваться по металлам? Майя. Я. То есть это ваш второй выход. Да. Вы об этом помните. Катя у вас? У нас-то Даша. Это у Майя против Даши. Это сильная пара. Вперед! Даша! 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 Металл. Поехали. В чистом кислороде железо может А. ржаветь, Б. закаляться и С. гореть. Майя. Ответ А. Ржаветь не согласен. Даша? С. Да, гореть может в чистом кислороде железо. Выправим. В бронзовом веке люди додумались до сплава меди с А. оловом, Б. свинцом, С. цинком. Майя. Б. Нет, медь со свинцом это не бронза. Даша. А. Да, олова. Дважды на подборе Даша взяла по 5 очков. Майя быстрее, но у Даши больше времени на размышления. Натрий. Натрий. Это металл. А. Щелочной. Б. Переходный. С. Легкий. Даша? А. А. Щелочной, конечно же. Страна, получившая серебряное имя, находится буквально серебряное. А. В Западной Европе. Б. В Северной Африке. И С. В Южной Америке. Да. Фальстарт. А. И у Майи шанс. Я думаю, что ответ Б. В Северной Африке нет Аргентины Ардженту. Она находится в Южной Америке. И заканчиваем. На международных рынках цены золота указывают за. А. Фунт. Б. Грант. И С. Унцию. Даша? С. 90-50. Отлично отыграла Даша. Но не все еще поделена. У нас слайд-игра. И игра эта необычная. Играем. А. Фунт. 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 Итак. Слайд-игра. Слайд-игра. Слайд-игра у нас сегодня необычная. Нужно будет говорить не одно слово, а два. Одно прилагательное, другое существительное. Картинки, скажем так, непростые. Кто готов даже на такую сложную игру встать горой за команду? Артем. Артем, верю, серьезный. Человек Катя. Я. Итак, Артем против Кати. Вперед! А. Фунт. А. Фунт. А. Фунт. А. Фунт. А. Фунт. А. Фунт. Ну что ж, выигрывает пока у нас Центр творчества детей и молодежи железнодорожного района Красная Катя Краманович. Поэтому первый слайд для нее. Прошу. Буква А. Три. Атомная. Понятно. Артем. Атомный взрыв. Атомный взрыв, конечно. Десять очков на подборе взял Артем. Играем для вас. Банкетный зал. Великолепный ответ. Пятнадцать очков. Катя, догоняйте. Прошу. Вавилонская башня. Вавилонская башня, конечно. Или Вавилонское столпотворение. Вы отвечали бы мне, я бы принял с удовольствием от вас. Артем, играем с вами. Гончий пёс. Гончий пёс или гончая собака. Великолепный ответ. Прекрасно. Катя, два слова. Дворовой футбол. Дворовой футбол, да! Чудно. Прекрасно. Прошу вас. Европейский союз. Европейский союз, европейский флаг. Всё бы принял. Отлично. Катя. Железный человек. Железный человек. Это не из того фильма. Может, Артём знает. Жидкий металл. Жидкий металл. Это терминатор. Терминатор 2. Там был такой жидкий металл. Браво! 10 очков на подборе. Артём. Заварное пирожное. Не ешьте оно. Да, вот явно вы не едите, в отличие от меня. Стройный, красивый, спортивный. Вкусно, но... Хорошо. 15 очков. Катя. Изумрудный город. Изумрудный город, конечно же. Всё очень просто. И последний ответ от Артёма. Кассовый аппарат. Кассовый аппарат, да! Если я не ошибаюсь, пусть меня поправят. Ни единой ошибки не совершил Артём. Да, показывает, что ни одной ошибки. И вывел свою команду вперёд. 145-135. Браво! Я вот не буду покушаться на ваши права капитана. Итак, ваше слово. Кто идёт на риск игру? Маша. Хорошо. Катя, кого вы отправляете в бой? У нас пойдёт Дима. Сильные игроки. И Маша, и Дима. Вперёд! Маша! 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 Это серия десятиклассников в нашей роде пятёрки. Правильный ответ. Плюс 20. Неправильный. Минус 20. На кону титул чемпиона. Итак, риск игра белорусской столицы. Неофициальная столица белорусских нефтяников – этот город на Гомельщине. Да. Речиц. Речиц – это правильный ответ. Посчитаем. Столько римских цифр нужно, чтобы записать число 100. Прошу. Три. 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 Понятно. У соперника есть шанс? Будете сжать, Маша, или пропустите? Пропущу. Пропущу. На самом деле нужна одна римская цифра – С, чтобы записать число 100. Счёт вернулся к исходному. Играем. Острова. Говоря научно, группа островов – это… Дима. Архипелаг. Архипелаг. И снова вы впереди. Чувство меры – это малая мера объёма, девушки. Образуется при истекании жидкости из малых отверстий. Маленькое такое. Маленькое отверстие. Тишина, тишина, тишина. В зале три. Две. Одна никто не нажал. Это капля. Кап, кап, кап. И решающий вопрос. Всё решается на последнем вопросе. Сбросьте систему, Ольга Линдовна. Итак, система сброшена. Внимание. Всё решается на последнем вопросе. Крылатые фразы. Как известно, она слезам не верит. Пальстарту Маши. И у Димы есть шанс. Москва. Москва слезам не верит. Маша, команда, поддержите человека. Не выдержали нервы у Маши Верхуши. Но, тем не менее, тем не менее, команда 56-й гимназии. Серебро. Ваш вице-чемпионский титул в нашей РД-пятёрке. Ваш. Ну и ещё, естественно, один диплом за первое место в отборочных играх. Блестящая игра с очень сильным соперником. Браво, 56-я. Благодаря вашему постоянному партнёру мойки самообслуживания на Солнечной в Гомеле. У нас вот такие сладкие призы командам. Мойка самообслуживания, она же самомойка на объездной 4Г. Это лучшая автохимия, экономия времени и доступная цена от 20 тысяч рублей. Проверено. Очень хорошее место. Самомойка, заезжайте. Ну и всё. Тортики готовы к празднованию. Празднованию. Цветут улыбками лица победителей. Сдержанное достоинство на лицах вице-чемпионов. Ребятушки, всё хорошо. Это игра. И я буду счастлив, если эта игра поможет вам в жизни, если эта игра поможет вам в школе, если эта игра поможет вам на нашем страшном, пристрашном, централизованном тестировании. Как известно, смотрим пятёрку, получаем десятки. РД-пятёрка. Счастья вам. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова